Россия использует энергетику как оружие, поэтому необходимо всячески снижать ее влияние в этой сфере в Европе. К такому выводу пришли участники встречи министров энергетики стран Европейского Союза 28 марта во время встречи в Брюсселе. Во время этой войны, этого ужасного и незаконного вторжения России в Украину, мы по-настоящему видим, как сектор энергетики становится оружием, как энергетический сектор на передовой этой войны. Украина официально еще не член ЕС, но встречи начинают с круглого стола с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Его главные послания очень просты. Сейчас важны несколько направлений, которые мы обсуждали в деталях. Первое – не позволить россиянам избежать санкций. Что еще очень важно – усилить санкции. Поэтому мы обсуждали, как это сделать и где. Очень важное направление – это атомная энергетика. Мы обсуждали подробно, как повлиять на страны, как повлиять на производителей в нескольких странах, которые по-прежнему зависимы от российского топлива. Российское вторжение показало, что Москва не просто ненадежный партнер в поставках энергоресурсов, а на откровенно опасный партнер. Европейцы сделали выводы. В целом, потребление газа Европейским Союзом сократилось на 19,3% в промежутке с августа 2022 до января 2023. Снижение нашего спроса на газ позволило нам заполнить наше хранилище, держать цены низкими и гарантировать увеличение поставок энергии. Пока в Москве рассказывали о замерзающей Европе, место России на энергорынке заняли другие страны, которые бьют рекорды по поставкам. Поставки из Норвегии выросли на 10 миллиардов кубометров до 90 миллиардов кубических метров газа в прошлом году, сделав Норвегию нашим самым главным поставщиком газа. Импорт сжиженного газа в прошлом году с 80 миллиардов кубометров в 2021 до 135 миллиардов кубометров в прошлом году. И мы ожидаем, что это будет продолжаться и в 2023 году. США стали главным поставщиком сжиженного газа с 56,4 миллиардами кубометров газа, и это на 34 миллиарда кубометров больше, чем в 2021 году. Пока Россия теряет рынок, Украина, как США и Норвегия, будет наращивать свои поставки энергии в Европейский Союз. Несмотря на непрекращающиеся атаки на украинскую электрогенерацию, она не только выстояла, но и наращивает производство электроэнергии и готова зарабатывать на европейском рынке. Мы решили далее увеличить возможности импорта из Украины до 850 мегаватт вместо 700 мегаватт сейчас. Это всего лишь один шаг, но это точно прогресс. Также я проинформировала министра о плане по доставке солнечных панелей в Украину, чтобы гарантировать, что у больниц и другой гражданской инфраструктуры есть электричество, если даже России удастся временно уничтожить сети. Я также высказала свою озабоченность ситуацией вокруг Запорожской атомной станции. Россия продолжает демонстрировать неуважение к международным конвенциям по ядерной безопасности. На этом фоне диалог по введению санкций против ядерной энергетики России продолжается. С рынка газа её уже почти убрали.